Управляющая компания требует долг бывшего собственника с вас. Правильно ли действие УК и что вам делать, чтобы не платить за бывшего собственника? Я постараюсь ответить на этот вопрос. Сегодня с вами я, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Поехали! Обязанность собственника по оплате коммунальных услуг возникает с момента регистрации права собственности на недвижимость, квартиру. Статья 153 ЖК «Именно собственник несет бремя содержания своего имущества». Статья 2010 Гражданского кодекса. Поэтому коммунальные платежи – обязанность того человека, который числится собственником квартиры в этот период. Новый собственник квартиры не отвечает по долгам предыдущего. Управляющая компания не может требовать от нового собственника погасить задолженность по коммунальным услугам, которые были оказаны прежнему владельцу. Поэтому, что изначально признается, что собственник пользовался всеми благами квартиры, в том числе коммунальными услугами. Понятно, что у управляющей компании долги числятся не по собственникам, а по квартирам. Поэтому сам по себе вопрос задолженности не решится. К сожалению, данное правило не касается взносов на капитальный ремонт. Согласно статье 158 ЖК при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на ремонт имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственникам обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. Так что долг бывшего собственника по взносам за капитальный ремонт вам погасить придется. После погашения долга вы можете предъявить бывшему собственнику требования о возмещении убытков. Что касается долга по коммунальным услугам, то рекомендую предпринять следующие действия. Первое. Обратиться в управляющую компанию с письмом. В письме указать, что на основании статьи 153 ЖК вы не обязаны оплачивать коммунальные услуги, оказанные предыдущему собственнику, и потребовать исключить долг из лицевого счета или открыть новый лицевой счет. Теоретически управляющая компания должна обратиться к прежнему собственнику с требованием о погашении долга. Если же не получится, пусть обращаются в суд. Второе. Если управляющая компания продолжит предъявлять незаконные требования к вам, нужно будет подать жалобу в Роспотребнадзор и в прокуратуру. И третье. В том случае, если жалобы не помогут, стоит обратиться в суд с требованием об исключении задолженности из лицевого счета или открытия нового лицевого счета. Не забудьте на меня подписаться. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!